Всем привет! С вами снова я, Ольга Чернова. И сейчас я хочу вам заключительную серию снять на тему подкормка рассады томатов. Нужна ли она? Чем ее делать? Как ее делать? В предыдущих сериях я рассказала, когда подкормка не нужна вообще. Если грунт хороший, меняете при пикировке. И потом, если у вас плохой вид рассады, то может быть это не подкормка нужна, а может быть нужно больше света или меньше поливать. Это была вторая серия. Третий видеоролик был о том, какие все-таки удобрения можно применять, если вы решили, что это не условия содержания, а именно голодание рассады. И вот сейчас в последний видеоролик у нас будет тема народные средства для подкормки рассады томатов. Если вы задумались, например, чем подкормить рассаду томатов, для этого можно использовать и самые простые средства, которые есть у нас в распоряжении, у любой хозяйки на кухне. Мы их просто выбрасываем, не зная о том, что их можно все применить. Многие, например, уже читали или слышали про кожуру от бананов. Это реальный источник того самого калия, в котором именно помидоры нуждаются больше всего из макроэлементов. Чтобы приготовить ценную подкормку для вашей рассады томатов, необходимо кожуру от нескольких бананов, съели дети, скушали бананчики, в трехлитровую банку с теплой водой кладете, настаиваете три дня, потом все процедить и жидкостью поливать растения раз в неделю. Это можно и взрослые растения, это можно и рассаду, чуть вот сейчас она подрастет и можно ее уже вот такими народными средствами подкармливать. Яичная скорлупа, я про нее уже говорила, но я говорила в том контексте, что я ее сушу, измельчаю и в землю добавляю на дно или в огород на грядке укладываю. Яичная скорлупа это превосходный источник кальция некоторых микроэлементов. Но для подкормки рассады, сухую конечно ее использовать бесполезно, она не успеет дать свой кальций, она разлагается очень долго. Ее нужно перед этим довести до ума. Вот скорлупу от трех или четырех яиц обязательно размельчить, потом замочить также в трехлитровой банке теплой воды, закрыть, но не плотно и поместить в темноту также на три дня. Вот произойдет, когда помутнение раствора и появится неприятный запах, вот начнет оно все разлагаться. Это самая вкусная подкормка для рассады. То, что для нас неприятно, все вот это вот навоз, компостные кучи, вот эти травяные настойки, вот эти все настойки, как я их называю, вонючки. Это самый вкусный деликатес для наших растений, вот что нравится им, то не нравится нам и наоборот. Вот любителям кофе, я любительница кофе и вот эту вот я использую, вот это вот как кофейная, вот я попила сегодня, вчера кофе. Остата всю гущу сложила, сейчас подсушу и потом в грунт, следующие буду садить, вобью в грунт. Вот такая подкормка рассады кофейной гущей. Эту гущу я, как еще раз сказала, просушу сейчас, смешаю с почвой и когда буду пересаживать рассаду в новые емкости, например, в стаканы или пикировать в другую рассаду, она ничего сильно, конечно, она не даст, но она играет роль разрыхлителя. Конечно, она обогащает почву какими-то микроэлементами, но все-таки она, делается от нее грунт такой пушистенький, и вот его потом можно будет рыхлить хорошо, доступ воздуха, все это идет на пользу растениям. Настой луковой шелухи, но он играет большую роль средства отпугивателя, от вредителей, чем подкормки, но тем не менее, многие его используют. Шелуху также замачивают, настаивают 3-5 дней и раствором этим поливают рассаду. И вот этот вот именно запах лука, он отпугивает всех этих мошечек, которых очень много. Йод также используется из аптечки из нашей. Мало того, что он помогает ускорить созревание плодов, также является хорошим профилактическим средством от фитофтороза. Вот этот йод из аптечного бутылька 3 мл растворяют в ведре воды. Но больше, все вы знаете, наверное, слышали, может смотрели видеоролики, больше эффект будет использовать вот этот йодный раствор совместно с сывороткой. Для этого литр сыворотки смешивается с 9 литрами, чтобы получился полностью 10-литровый вот такой ведро, объем. Добавляют туда 20 капель йода, хорошо перемешиваются и опрыскивают как рассаду, так взрослые кусты в открытом грунте. Конечно, сейчас вот такие вот опрыскивания делать не стоит, но объем рассады совсем маленький. Но когда вы высадите, например, в теплицу, или когда у вас будет много ящиков уже ближе туда, ближе к лету, вот такие опрыскивания профилактические очень хороши. И, наконец, все вы тоже слышали, что в качестве стимулятора роста для рассады можно использовать и обыкновенные дрожжи, которые мы используем, как кто по старинке вот такими живыми дрожжами, не сухими пользуется. Лучше, конечно, свежие, но подходят и сухие. Вот 100 грамм свежих дрожжей разводят в ведре воды 10-литровом, и вот этой жидкостью сразу же поливают рассаду. Для сухих дрожжей там несколько другой способ. Пакетик смешивают с сахаром, но чтобы они проснулись, вот как на тесто мы заводим, размешивают, и потом уже разводят в 10-литрах воды, потому что если мы сразу разведем, они будут эти хохоряшки плавать и все. Когда вы выберете один вот из таких способов, или минеральных удобрений, или народных средств, знайте, что первую подкормку лучше проводить через неделю после пикировки. Я в предыдущем ролике уже говорила, но для тех, кто не видел, вот я ее распикировала неделю назад, и вот только в этом состоянии, когда уже несколько настоящих листьев, проводите свои подкормки. Но если состояние рассады у вас хорошее, она зелененькая такая, нет желтых листьев, нет никаких ни фиолетовых, ни бледненьких. Лучше ее не трогайте, дайте ей жить своей жизнью. Еще, если все-таки решите подкармливать только по влажной земле, во избежание ожогов, если земля сухая, за несколько часов поливайте. После обработки, после опрыскивания, не ставьте на подоконник, на окна с ярким солнечным светом, чтобы не было ожогов. И проводите все эти процедуры лучше рано, утром, когда нет еще яркого солнца, и когда нет, вечером, если вы проводите, то будет ночью прохладно, чтобы до вечера все это высохло. Если вы просмотрите все эти 4 видеоролика о подкормке томатной рассады, то вы, я более чем уверена, все у вас разложится по полочкам, вы поймете, нужно ли вам подкармливать, или лучше дать ей расти самостоятельно, когда подкармливать, как и чем. От этого зависит состояние нашей рассады. Я свою рассаду не подкармливаю никогда ничем до высадки, ну куда там, в теплицу, или куда я дальше буду пересаживать. Лучше сразу взять хороший питательный грунт и делать просто поливы и упрыскивание для повышения иммунитета растения вот этими стимуляторами. Потому что особенно начинающим очень просто запутаться во всех этих подкормках, но если уж вы видите явные симптомы голодания, рассады, то, конечно, можно подкормить. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Потратила я много времени на объяснение про подкормку рассады, но мне очень хочется, чтобы вы все разобрались, и чтобы поняли, что лучше не докормить, чем перекормить. Очень просто вот этими подкормками вообще испортить, истребить всю свою рассаду. Будьте очень осторожны. Желаю вам всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok